Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ Новости. В студии Айнур Мирханова. Первый типовой физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Вескильдинском районе. Строительно-монтажные работы уже подходят к концу. Так, благодаря государственной программе АУЛ Ельбесыгом в Алматинской области реализуется еще один крупный проект. В октябре обещают местные власти распахнуться двери масштабного до Исклидинского района спорткомплекса. Он займет территорию порядка 2,5 гектаров. Строящийся двухэтажный объект площадью около 4,5 тысяч квадратных метров вмещает в себя три зала для занятий боксом, футболом, волейболом и баскетболом с посадочными местами для зрителей, а также тренажерный зал. Здание оснащено и десятком вспомогательных помещений, включая кабинет врача, буфет, гардеробные, душевые и санузлы. Спорткомплекс адаптируют и для людей с особыми потребностями. В целом, все коммуникации проекта соответствуют современным требованиям стандартов. Работы ведутся согласно строго установленному графику. Начали объект в августе в прошлом году. Срок строительства – 14 месяцев, а срок сдачи в этом году – 30 октября. Ну, вроде срока укладываемся. Все работы завершены полностью. Осталось только отделочная работа и благоустройство. В работах по возведению спорткомплекса задействовано 60 местных жителей, 16 из которых трудоустроены через центр занятости. Отметив, на прилегающей территории к строящемуся сооружению расположится футбольное поле с крытыми зрительскими трибунами на 200 мест. Вокруг него, по задумке архитектора, велосипедные беговые дорожки с резиновым покрытием. Благоустройство территории – тоже немаловажный аспект. Ее украсят малыми архитектурными формами, а по периметру строящегося объекта установят уличные торшеры и скамейки для отдыха. У нас в этом районе не было типового здания для спорта. Это у нас первое здание. Физкультурно-оздоровительный комплекс, он не только для учеников, для спортсменов. Здесь предусмотрено и для населения. В вечернее время население может приходить и заниматься спортом. Следует сказать, что с 2011 года в Алматинской области введено в эксплуатацию 9 физкультурно-оздоровительных комплексов. В настоящее время ведется строительство еще 7 крупных спортивных сооружений. Евгения Присяжная, Жаек Курмамбаев, телеканал ЖТСУ, Искельдинский район. Бесценная вода. Жители Кербулакского района жалуются на катастрофическую нехватку питьевой воды. Областная комиссия партийного контроля вместе с корреспондентами нашего телеканала выехала в регион, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Подробности в материале. Улица Чукана уже третья неделя нет воды. Час дадут или ночью на два часа. Это что такое, когда это закончится? Это видеообращение жителей поселка Сароозек попало в соцсети неделю назад. Проблема нехватки питьевой воды получила широкую огласку. Выехавшая на место контрольная комиссия партии Нур-Утан увидела несколько иную картину. Теперь жители не жалуются на дефицит воды, а говорят лишь о подключении ее в ночное время. Впрочем, об этом население предупреждает заблаговременно. А потому претензий к нынешнему начальнику местного водоканала Нурлану Кузимбаеву население не имеет. Однако, разобравшись ситуацией тщательнее, комиссия выявила некоторые проблемы. Нехватка воды все-таки имеется. В поселке действуют насосы, выкачивающие воду с глубины 130 метров. Только вот напора для стабильного водоснабжения не хватает. Причина тому – засушливое лето. Оттого насосы работают почти в холостую, говорят работники водоканала. И подачу воды обеспечивает население тем, что имеется в резервуарах. А жители тем временем, по словам местного руководства, нерационально используют питьевую воду на полив огородов. Впрочем, ситуация разрешима. С экспертизы выйдет проект, и уже будем планируем дать бюджетную заявку на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводных сетей села Саразек. В этот данный проект входят, значит, две насосные станции. Полностью все скважины будут сейчас под видеонаблюдением, под сигнализацией. Ремонт резервуаров у нас запланирован. Плюс три километра сетей новых от скважины ДОС будем добавлять. Заявка будет рассматриваться в течение 45 дней. При положительном результате в поселке начнется ремонт водопроводных сетей. Отныне ситуация на контроле партийной комиссии. Одина Смогулова, Мирьерд Кадрбайк-Каза. Асяд Бекпатыр, телеканал ЖТСУ. В нынешнем году, вне зависимости от формы обучения, все школьники Алматинской области будут полностью обеспечены учебниками. А это более 760 тысяч мальчишек и девчонок, в том числе и 30 тысяч талдыкурганских учащихся. По утверждению специалистов городского отдела образования, книжный фонд 26 школ областного центра укомплектован 100%. За процессом получения неотъемлемого атрибута знаний проследила наша съемочная группа. Подробности сюжета. С 3 августа в школах областного центра началась выдача учебников. По словам специалистов городского отдела образования, более 90% детей уже обеспечены книгами. Процесс выдачи учебников с соблюдением санитарных требований идет и в средней школе номер 4. Количество учащихся здесь составляет более 2000 человек. Общий фонд школьной библиотеки свыше 42 тысяч книг. Из них учебников около 37 тысяч. На сегодняшний день более 1700 детей уже получили учебники. Нами подана заявка еще на 200 учащихся. Наши дети будут на 100% обеспечены книгами. Ежегодно мы проводим анализ. Так в этом году нам должны поступить около 10 тысяч учебников. Из этого количества половина книг уже есть. На очереди учащиеся 11 классов. Им также будут выданы все необходимые учебники. За последние пять лет проблема с учебниками в регионе полностью решена. Ежегодно фонд школ пополняется новыми книгами. В нынешнем году мы подали заявку в 15 типографий на выпуск 145 тысяч учебников. Заявки у нас ведутся согласно приказа Министерства образования. 13 типографий уже поставили 140 тысяч учебников. Они уже распределены по школам города. В текущем году ученики школ города будут полностью обеспечены учебниками. Я каждый год получаю учебники для своей внучки. Она у меня учится в 6 классе. Со все время мы ни разу не покупали учебники, потому что школа нас полностью обеспечивает ими. По словам специалистов, несмотря на дистанционную форму обучения, введенную в школах в связи с пандемией и применение инновационных технологий в учебном процессе, учебники в бумажном формате необходимы, а потому никогда не потеряют свои актуальности. Гульмира Тимиргалиева, Айду Скалиев, телеканал ЖТСУ, Талтыкурган. Пандемия не помеха ни тренировочному процессу, ни поддержке физической формы. Так считает девятикратный чемпион Азии по армрестлингу среди ветеранов Абду Алитостанов. Спортсмен поставил перед собой цель – выиграть первенство Казахстана и пройти отбор на чемпионат Азии. Ежедневная тренировка в домашних условиях проходит по плану. Подтягивания на турнике, работа со спортивными снарядами и непосредственно сама борьба. Комплексные тренировки направлены на подготовку к чемпионату Казахстана, который пройдет в середине сентября в Южной столице. В этом году я мог бы стать чемпионом континента в десятый раз, но из-за коронавируса соревнования были отменены. Мы не отчаиваемся. Самое главное – сейчас не терять форму. Несколько раз чемпионат страны переносили, но мы со своей командой не останавливаемся и идем к своей цели. Тренируется вместе с ветераном спорта юный армрестлер Айалым Даниярова. Всего за один год девушка успела стать чемпионкой области. Хрупкая и в то же время сильная девушка делает тот же комплекс упражнений, что и профессиональные спортсмены. «Ежедневно делаю отжимания, планку. В общем, комплекс силовых упражнений. Готовлюсь на чемпионат области. Он пройдет в Толгаре. Планирую выступить на Казахстане и занять призовые места». Абдуллий Тастанов – девятикратный чемпион Азии среди ветеранов. 62-летний спортсмен намерен завоевать золото в десятый раз и в очередной раз доказать, что возраст большому спорту не помеха. Алексей Цой, Жаркан Шентаев. Яблай Кутыкбай. Телеканал ЖТСУ. Это были все новости к этому часу. А мы с вами встретимся в 21.30 в эфире нашего телеканала. Редактор субтитров А.Семкин